Таджикистан Совет Улемов России сдал фетву о нежелательности межконфессиональных браков. Это богословское постановление восприняли неоднозначно как сами мусульмане, так и представители других конфессий. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Власти Казахстана оснастили больницы неработающими аппаратами ИВЛ. Об этом заявили депутаты Верхней Палаты Парламента. Они утверждают, что за бюджетные деньги чиновники закупили неисправные кислородные концентраторы, которыми практически невозможно лечить больных. Тем временем в стране зафиксирован всплеск заболеваемости ковидом-19. Подробнее расскажет Ярнур Дожжанов. В который месяц власти Казахстана твердят, что готовы ко второй волне коронавируса. Мол, лекарств предостаточно, коек хватит на всех, а больницы оснащены всем необходимым, в частности аппаратами ИВЛ. На деле, как выяснилось, не все так радужно. В стенах Сената сегодня обсуждали, на что в этом году потратили бюджетные деньги. Всплыли при этом интересные подробности. В прошлом месяце чиновники закупили у местных производителей около полутора тысяч аппаратов ИВЛ. Затем передали медучреждениям по всей стране. В итоге почти половина из них оказались нерабочими. Так, приобретение за средства резерва правительства, Министерством индустрии и инфраструктурного развития, 1500 единиц аппаратов ИВЛ у отечественного производителя, организациями здравоохранения 17 регионов, фактически принятие только 831. Причиной неприятия оставшихся аппаратов является их недоукомплектованность. К примеру, по Жамбутской области из-за планированных к использованию 53 аппаратов не может быть использован ни один. В ведомстве возразили и дали понять, депутаты ошиблись, а аппараты ИВЛ все полностью в рабочем состоянии. Некоторые просто находятся в резерве. Вице-министр даже заявил, что готов подать в отставку, если неисправность аппаратов подтвердится. В настоящее время в эксплуатации находится 140 аппаратов. Остальные аппараты находятся в резерве и в них пока отсутствует соответствующая надобность. При необходимости или поступлении больных эти аппараты будут также эксплуатироваться и использованы при лечении соответствующих больных. Между тем в стране зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. В Минздраве сегодня озвучили новые пугающие цифры. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 762 казахстанцев. Увеличивается и количество заболевших пневмонией. Плюс 202 случая. Помимо этого с начала ноября в стране растет смертность. Только за прошлую неделю от коронавируса умерли около 50 человек. В лидерах антирейтинга Восточно-Казахстанская область и Алматы. Глава крупнейшего мегаполиса страны с тревогой говорит, что город одной ногой находится в красной зоне. Ситуация с приростом заразившихся здесь ухудшается с каждым днем. Если посмотреть за последнее время, за несколько месяцев. В августе среднее было 59,8. В сентябре 14. В октябре 10. А уже за 15 дней ноября 15. То есть растем. Это опять же о том, о чем мы говорили в начале. Ситуация ухудшается. Мы уже за 15 дней, если октябрь было 10, сентябрь 14, то мы уже за 15 дней уже 15 взяли. А еще впереди еще 15 дней и я думаю, что эта цифра будет еще больше. Пока что в красной зоне находятся лишь две области страны. Восточно-казахстанская и североказахстанская. Немного лучше эпидобстановка в Нурсултане, Алматы, Костанайской и Павлодарской областях. Они в желтой зоне. Остальные регионы пока держатся. В Кыргызстан по железной дороге прибыла первая партия больничных контейнеров из Узбекистана. Они рассчитаны на 200 койко-мест. Из них будет построена инфекционная больница на юге республики. В ближайшие дни власть Узбекистана направит в Бишкек вторую партию больничных контейнеров на такое же количество мест. Ранее официальный Ташкент уже передал Кыргызстану медицинские препараты, средства индивидуальной защиты и продовольствие. С уверением по данным Кыргызстанского национального статкомитета, по итогам первого полгода реальные доходы населения снизились почти на 8%. А вот в Туркменистане, где население уже годами живет в условиях жесточайшего кризиса, власти придумают все новые способы заставить людей носить маски. Теперь контролю за населением и разъяснительной деятельностью о пользе медицинских масок власти привлекли духовенство и старейшин. Кроме этого, власти без объяснения причин до 21 марта закрыли все мечети на востоке страны и установили ограничения на количество гостей на свадьбах и похоронах. Тем временем, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом Минздрав Таджикистана продолжает заявлять о стабильной эпид-ситуации в стране. Власти уже несколько месяцев подряд продолжают публиковать одни и те же цифры ежедневного прироста инфицированных от 38 до 42 заразившихся в день. А вот врачи и пациенты в России сообщают о повсеместной нехватке лекарств, куда пропали препараты, кто получает доходы от неработающего механизма их продажи, расскажет Алексей Александров. Курантин есть? Нет, курантин. Пока я закончила. А набазит? Набазита тоже нет. А передоксин? Аналогичный тоже закончился, его привозили на дне, закончился пока. Это аптека Уфы. Некатерине Ивановой повезло. Ее кашель оказался не коронавирусной пневмонией, а лишь бронхитом. Но лекарств даже от бронхита в аптеках города она найти не смогла. Кризис дефицита лекарств захрестнул всю страну. Первыми из аптек пропали лекарства, которые врачи назначают при коронавирусе, просто потому что их раскупили раньше остальных. Перебои с поставками новых партий возникли из-за нового механизма регулирования рынка лекарственных препаратов, введенного ровно в разгар пандемии коронавируса. 1 июля стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. На сегодняшний день нет ни одной аптеки, которая бы не столкнулась с проблемами именно дефицита и проблемами маркировки. Часть препаратов имеют штрих-коды, вот эти QR-коды, которые просто-напросто не читаются. То есть это идет брак. То есть приходит большая партия, скажем так, 100-500 штук, и из них примерно третья часть не читается. Систему сбоев, которые продолжаются и сейчас, создала и обслуживает компания «Центр развития перспективных технологий». Эта компания на 25% через компанию «Посредник» принадлежит государственной корпорации «Ростех». Еще половина – в собственности компании «ЮСМ-маркировка», которой в свою очередь на 49% владеет олигарх Алишер Усманов. А еще на 30% – Владимир Скотч, отец депутата Госдумы Андрея Скотча, который внесен Соединенными Штатами в санкционные списки. Доход всех собственников этой компании участники рынка оценивают в 3 миллиарда рублей в год. Это почти 40 миллионов долларов. Ежегодный объем рынка лекарств в России – это 6 миллиардов рублей. За каждую матрицу QR-кода, уникальную для каждой упаковки, «Центр развития перспективных технологий» берет 50 копеек. Как говорят участники рынка, поставлять лекарства мимо этой системы не будут даже в больнице, которые покупают препараты за счет госбюджета. Наталья Назаренко – фармацевт из Владивостока. Там тоже нет лекарств. Систему мониторинга вводили как способ борьбы с подделками и незаконным оборотом препаратов. Наталья говорит, с 1 июля аптеки по всей стране стали заложниками противоречий в законодательстве. С одной стороны, лекарства нельзя продавать без маркировки под угрозой отзыва лицензии, с другой – нельзя не продавать под угрозой штрафов. После возникшего дефицита, премьер России Михаил Мишустин распорядился отложить запуск полного цикла сканирования препаратов на год до 1 июля 2021 года. Но в российских регионах лекарства пока так и не появились. Алексей Александров, Никита Борисов и Виктория Тянищева. Настоящее время. Москва. Венецианская комиссия выступила со срочным заявлением по поводу переноса парламентских выборов в Кыргызстане в связи с проведением конституционной реформы. Заключение было подготовлено по запросу Конституционной палаты. В опубликованном документе говорится, что Конституционная палата Кыргызстана должна признать закон о переносе выборов в Джигуркукиниш несоответствующим Конституции. Венецианская комиссия заявила, что когда сроки полномочий парламента продлеваются, парламент сохраняет свою дееспособность. Однако он имеет лишь ограниченные полномочия и может выполнять только некоторые обычные функции. При этом ему не разрешаются утверждать чрезвычайные меры, в том числе и конституционные реформы. В заключении также говорится, что парламент с ограниченными полномочиями имеет право перенести выборы лишь в исключительных обстоятельствах. Например, когда страна находится в состоянии войны, либо в стране действует чрезвычайное положение. На момент принятия Конституционного закона 22 октября таких обстоятельств в Кыргызстане не было. Кроме того, Венецианская комиссия призывает воздержаться от проведения конституционной реформы в переходный период до проведения новых парламентских выборов. Подлинное уважение демократической воли и, следовательно, основных демократических принципов предполагает необходимость отложить все конституционные изменения до избрания нового парламента. В то же время действующий парламент должен воздерживаться от принятия каких-либо поправок Конституции в период между завершением срока действия его мандата и первой сессией нового парламента. Я напомню, парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 4 октября. Победу одержали провластные партии. Уже на следующий день на улице Бишкека вышли несогласные с итогами голосования люди. Они заявляли, что выборы прошли с грубыми нарушениями при массовом подкупе избирателей. В ночь с 5 на 6 октября протестующие захватили администрацию президента из здания парламента. Позже Центрсбирком аннулировал итоги выборов, а президент Сурубай Джеймбеков подал в отставку. Заключение Венецианской комиссии обсудим с юристом. С нами на прямой связи по скайпу экс-судья Конституционной палаты Кыргызстана Клара Соронкулова. Госпожа Соронкулова, здравствуйте. Перенос выборов и проведение конституционной реформы Венецианская комиссия признала незаконными. Вы ожидали такого решения? Как вы его прокомментируете? Шавката забыли сказать, что бывшая судья, чтобы потом не было вопросов. Да, обращение Венецианской комиссии непосредственно связано с моим обращением. Я обратилась от партии реформа в Конституционную палату. И вот в рамках рассмотрения нашего обращения Конституционная палата обратилась в Венецианскую комиссию. Это был ожидаемый ответ. И все позиции, которые мы, наши позиции, которые мы выразили в нашем ходатайстве в Конституционную палату, они подтвердились заключением Венецианской комиссии. То есть наши доводы, наши аргументы о том, что нельзя переносить выборы, о том, что этот созыв парламента нелегитимен, о том, что нельзя в таких условиях проводить Конституционную реформу, они все были подтверждены экспертами Венецианской комиссии. Вот смотрите, заключение Венецианской комиссии – это вот всего лишь рекомендация. Теперь самое интересное, а как в этой ситуации поступит Конституционная палата? Прислушается или нет? Здесь надо отметить, что, да, если вы заметили, заключение Венецианской комиссии, оно очень осторожное, и они обязательно оговаривают, что они дают заключение исключительно по вопросам права, их не интересует политическая ситуация, и они не дают какой-либо экспертизы на политические решения. Заключение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер, но при этом необходимо учитывать очень высокий авторитет этой организации. Это очень авторитетная организация, и, как правило, все, кто обращаются к этой организации, они обязательно прислушиваются к мнению Венецианской комиссии. Ну, то есть вы думаете, что наша Конституционная палата все-таки прислушается и отменит Конституционную реформу, ну и как следствие перенос парламентских выборов? Здесь надо отметить, что Конституционная палата Венецианской республики, она давно сотрудничает с Венецианской комиссией, это не первое обращение к Венецианскому комиссию. Я думаю, что для сохранения имиджа, для сохранения вот этого сотрудничества, взаимодействия Конституционная палата, я надеюсь, что она прислушается к разумному такому голосу Венецианской комиссии и не будет руководствоваться политической целесообразностью, а будет руководствоваться именно правом. И вот именно вот этот вопрос права и был решен в заключении Венецианской комиссии. Хорошо. А вот что будет, если власти Кыргызстана эти рекомендации проигнориют? Как это скажется на ситуации в стране? Я не думаю, что это каким-то серьезным образом может повлиять на ситуацию в стране, потому что, еще раз отмечу, Венецианская комиссия не вмешивается в суверенные права Кыргызстанской республики, но, тем не менее, в глазах наших партнеров, особенно в глазах стран Европейского союза, международных организаций, это обязательно будет учитываться. То есть это определенным образом повлияет на отношения других стран, европейских стран особенно, повлияет на их отношения к нам. Тем более, что сегодня очень остро стоит вопрос признания действующей власти и будет стоять вопрос еще и признания Конституции новой, которую они собираются принимать вопреки всем установленным процедурам и правилам. Я думаю, что Венецианская комиссия еще и даст заключение на проект Конституции, потому что на все проекты Конституции Венецианская комиссия всегда реагировала. И если эти факторы не будут учтены, то это однозначно. Нельзя сказать, что это будет иметь какое-то прямое влияние, но косвенное влияние будет иметь однозначно. Клара Сурункулов была с нами на прямой связи. Вам большое спасибо, всего доброго и до свидания. Смотрите далее в нашей программе. Совет улемов России сдал фетву о нежелательности межконфессиональных браков. Это богословское постановление восприняли неоднозначно как сами мусульмане, так и представители других конфессий. А тот христиан, который верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принять, потому что Бог един. Вы смотрите программу Азия. Мы продолжаем. Ни торжеств, ни елок. Власти Таджикистана отменили празднование Нового года в стране. Такое решение принял республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что это связано со второй волной коронавируса в мире. После рекомендации штаба от установки в центре Душанбе и парках города елок отказались и в столичной мэрии. В обосновании своего решения муниципалитет также указал пагубное влияние мирового экономического и финансового кризиса на обстановку в стране. В то же время горожанам и гостям столицы пока позволяют гулять в парках, отдыха и других общественных местах, но только при условии соблюдения масочного режима и при соблюдении социальной дистанции. В прошлом каждый год 31 декабря жители Душанбе праздновали наступление Нового года на главной площади Дусти. Наблюдать за праздничным салютом там собирались несколько тысяч человек. В Таджикистане всем должникам отключат свет. Такую инструкцию выпустил руководство госэнергохолдинга монополиста Барки Тоджик. Без электричества могут остаться не только жители, но и предприятия. Как это решение отразится на таджикистанцах, Анна Шервонарипов с подробностями. Гулру показывает двухкомнатную квартиру на окраине Душанбе. По словам женщины, они с мужем и двумя детьми живут в достатке. Но даже несмотря на это, днем они не включают отопительные электроприборы и освещение. Экономят. Новость о том, что за неуплату счетов из горсвета теперь будут отключать электричество, расстроила Гульру. По ее словам, даже имея заработок платить во время холодов всю стоимость потраченных киловатт электроэнергии, ее семья не сможет. Если счет приходит более чем на 300 сом уни, я делю выплаты на два месяца. По словам экономиста Олимджона Бубоева, когда в стране наступают холода, таджикистанцы не способны платить по счетам вовремя. Электричество, несмотря на наличие отопления в большей части столицы, для ее окраин и небольших населенных пунктов – единственный способ обогреть дом. Если людям не давать электричество, они просто будут мерзнуть. Электричество не будут поставлять не только рядовым жителям, но и предприятиям, не плательщикам, которые занимаются переплавкой металлов, переработкой песка и гравия и те производства, чье потребление электроэнергии специалисты компании посчитают избыточным. Часть заводов в инструкции вообще предлагают перевести на уголь. Рекомендуем рассмотреть возможность перевода на альтернативное топливо, работу пекарен, производств, самбусы, саун. Это необходимо для сокращения потребления электроэнергии. В селах и кишлаках по всему Таджикистану с начала месяца ежедневно отключают подачу электроэнергии в дневное время. В Барке Тоджик заявляли журналистам ОЗОДИ, что это якобы связано с ремонтными и профилактическими работами на лэб и подстанциях. Но конца так называемой профилактики пока не видно. В энергохолдинге отказываются уточнить сроки. В июле этого года в Барке Тоджик заявляли о нехватке воды для работы ГЭС страны. И, возможно, причина все та же. В компании, правда, это отрицают. Анушер Лонарипов, Насим Исамов, Таджикистан. Совет улемов России сдал фетву о нежелательности межконфессиональных браков. Фетва была принята год назад, но лишь недавно опубликована на сайте Духовного управления мусульман России. Это богословское постановление восприняло неоднозначно как сами мусульмане, так и представители других конфессий. Муса Казаков с подробностями. Мухаммад из Таджикистана. Несколько лет назад в Москве женился на русской девушке-христианке. Обряд никаха совершил возле мечети с помощью знающего человека, говорит Мухаммад. Он попросил не показывать своего лица и изменить голос, опасаясь недовольства родственников жены. Жениться на представительницах авраамических религий дозволено, говорит он, о чем в Коране есть недвусмысленный аят. Поэтому он спокойно взял себе в жены христианку. Правда, позже, уже после свадьбы, его жена приняла ислам, на чем он никогда не наставил, но очень этому рад. Сейчас у них родилось несколько детей, и они счастливы вместе, рассказывает Мухаммад. Фетву духовного управления мусульман России Мухаммад комментировать отказался, поскольку не имеет достаточных знаний в области религии. Но при женитьбе он все же поставил невесте одно условие. Мы решили узнать мнение у других мусульман по поводу запрета межконфессиональных браков. Встретились с ними в московской мечети. Вопрос звучал так, дозволено ли мусульманину жениться на христианке или иудейке. В итоге мнения разделились. Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо жениться. То есть она должна ислам принять? Да, конечно, принять надо. А вот и Александр не приняла ислам, можно жениться? Не, не знаю, вряд ли. Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христианок и иудеек. То есть на людей Писания. Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нет. Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру. Но я считаю, можно. А тот христиан, который верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принять, потому что Бог един это. Ну, если она будет согласна мусульманской понимать, ну, можно жениться. По поводу спорной фетвы высказались и представители Государственной Думы. Зампредседателя по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковала фетву Совета Улемов. Она отметила, что подобные фетвы не способствуют единству народов. Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии. Она может возникнуть между очень разными по происхождению людьми. Но именно любовь лежит в основе любого крепкого брака. Поэтому браки между представителями разных религий укрепляют межконфессиональный мир в стране. Запрещать их значит разделять любящие сердца, семьи и социум. Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, считает, что поднимать шум из-за принятой фетви некорректно, так как она является внутриконфессиональным делом. Носят рекомендательный характер и являются лишь мнением группы ученых, не обязательным к исполнению. И главное, не противоречит законам Российской Федерации, которые гарантируют право на свободу вероисповедания. Внутри мусульманского сообщества решается огромное количество, ежедневно огромное количество правовых вопросов. То есть это ежедневные разводы, дележные наследства, отношения с детьми и так далее, и так далее. Это внутренние, частные, семейные, внутриобщинные дела. И я не понимаю, почему по каким-то решениям, которые принимались для решения, внутриобщинных дел поднимается такой вселенский шум. Член Совета улемов России Весам Али Бардвилл заявил, что фетва наоборот принималась для укрепления института семьи в России. Потому что межконфессиональные браки, по его мнению, зачастую приводят к неразрешимым разногласиям и разводам. Когда, например, у пары появляются дети, и встает вопрос об их религиозной принадлежности. И подобных нюансов масса, говорит Весам Али. Чтобы избежать подобных ситуаций, и принималась эта фетва. Но в случае, если жених и невеста осознанно подошли к вопросу и понимают степень ответственности, представляют возможные последствия, и мам имеет полное моральное право заключить такой брачный союз. Потому что мы видим, что эти браки, к сожалению, заканчиваются, как правило, печально. И тоже результаты брака, то есть дети, которые остаются после развода, всегда трагично, многие жалуются, плачут. Те браки, которые уже есть, естественно, это их не касается. То есть уже люди, которые в браке, мы их не призываем разрушить семью. Но, наоборот, это направлено на защиту семью. В свою очередь, эксперты говорят, что ислам единственный из аварамических религий, допускающий межконфессиональные браки. Например, священник никогда не обвенчает христианина с представительницей другой конфессии, пока та не примет христианство. Что не является для многих пар препятствием. Просто подать заявление в ЗАГС и жениться по светским законам. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. Вы смотрели программу «Азия». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Меня зовут Шавка Тругаев. Всего доброго. До встречи. Функционал этого комплекса выглядит круче, чем то, что представлено в Байрактаре. Возрос интерес к истории Донбасса. Извините, мне действительности хватает. Субтитры создавал DimaTorzok